последнее время что-то забываю о своей кепке хотя так нельзя делать в общем-то мужики всем здорово с вами михалыч сегодня у нас видос про скейт-парк видос которая на самом деле не хотел делать но вы меня об этом попросили окей просили получаете хорошо кстати по поводу вас у меня тут есть подарок который я обнаружил себя сегодня под дверью пакет перед дверью надеюсь тут не бомба а тут картина михайловская и этот подарок надо сейчас куда-то сюда поместить в общем-то в чем дело у нас в городе есть кдм краевой дворец молодежи я уже замучился про него говорить но тем не менее раз он в этой всей движухи о нем приходится говорить и этому кдм отдали скейт-парк скейт-парк который до этого стоял на смерти на но пацанам не сборнуло это знать ни к чему и не надо суть такая кдм этот скейт-парк отдали и кд и кдм за ним все никак не может уследить это нормально да блин придется теперь ее гладить постоянно чтоб она тут не мельтешила вот с этого и начинаю а не царапайся фрося ё-моё и сегодня об этом и пойдет речь кто хочет более подробно погрузиться в это все дело я дам вам подсказочку да на здоровье я уже давным давно снял про это видео а называется она история скейт-парков но название видео говорит само за себя время у нас господа 4 часа ночи я надеюсь соседи уже спят они меня не слышат и я спокойно могу начать это видео погнали заставка fly riders 20 дней назад у нас на кдм появился скейт-парк но появился он по частям из множества фигур которые были изначально поставили всего лишь две это кикер и стол то есть нам подсунули кастрированную версию парка который изначально был просто шикарно и как же я за это их не люблю даже не представляете прямо сейчас мы отправимся в этот скейт-парк я вам покажу как там что обстоит и так мы переносимся к скейт-парку вот он шикарный скейт-парк через дорогу от нас а у нас здесь макс дак более известный как король дрифта ромыч который только что порвал цепь и сейчас мы поедем меня попросили сделать обзор нашего скейт-парка самого лучшего скейт-парка в мире вы вот видите издалека как вам парк вы вот сколько вы напомните ни разу по моему в парке не были за всю жизнь или один раз на два раза два и в каком мне кажется в этом да и в этом тоже и дай бог здоровья но вам издалека как вообще но парк как парк ага две фигуры я максимка будет демонстрировать все ему уже стал не нравится стол виноват во всем во всем стол виновата и все приучился приучился уже летать все ты а как вам стол ой резкий слишком но я говорю что он неправильно геометрия может все-таки покажите там кто-кто деды какие вот отсюда думаю видно что стол он неправильный геометрии это неправильный стол его пацаны называют батут центр знаешь почему да он пружинит вообще по страшному ну-ка какая красота зазоры просто минимальная но самое интересное то что здесь есть саморезы которые вылетают вот они вылетают и образовывают пробитые колеса если здесь походить то можно найти кучу саморезов в углу в углу в углу сотри и вот эта вся штука она здесь вылетает когда им будет говорить то что я этот саморез с собой принес моим прям тут ухода его и оставим для как у чего чего-нибудь это долбанешь может ой 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 несмотря на наличие парка дага все равно это показывает стрит саморезы везде вот так вот торчат а смотри они не то что торчат их даже выкрутить можно четко еще две недели назад здесь была дырка посередине кикера он опять раздрочился доску заменили до этого она была гораздо тоньше а нет здесь две доски постели вот тут видно а была всего лишь одна и дырка которая здесь была она опять появилась в кадме работают очень странные люди пушки наступают на одни и те же грабли по многу раз они не могут понять то что надо фанеру гораздо толще чем они покупают я не знаю в чем заключается проблема взять и купить вот такой толщины фанеры нет мы положим вот такую блин ну почему я честно не понимаю я не хочу с ними ссориться но блин почему они вынуждают это делать я вас уверяют так происходит большинстве городов россии к сожалению но это так мне очень охота исправить эту ситуацию даже с моей аудитории сделать это практически нереально они просто они не хотят как будто нас слышать я уже не раз был новостях но второй раз мне запомнился больше всего с нами связалась анастасия с россии 1 мы сняли просто вот такущий сюжет очень классный который в конце концов стал одним из самых популярных видео на моем канале дворец молодежи установлено это оборудование при пусть приезжает и бесплатно занимается это то оборудование которое было приобретено и установлено на юрина администрации города ворова выглядит эта площадка сейчас вот так она абсолютно пустая фигуры лежат разобраны на заднем дворе с прошлой осени и уже успели проржаветь а любители bmx фристайла тем временем занимаются на самодельной площадке и прикол в том что после этого сюжета нет чтоб кдм решил как-то проблему знаете как он эту проблему решил что самое смешное господи самое тупое что можно было сделать они внесли меня в какой-то их черный список который нахрен никому не нужен чего за черный список непонятно просто внесли меня в черный список это бред полный за что за правду на правду не обижают фроська сидит вот и в шоке действительно как и я я просто не понимаю что им надо они даже просят помочь им что-то покрасить и что вы понимали они до сих пор них рена не покрасили помощь в покраске у них рук нету или в чем дело это просто даже покрасить это все дело не могут и просят чтобы люди приехали конечно никто не приехали и не надо приезжать это бред полный даже покрасить сами не могут у меня реально пацаны от них горит жопы с каждым разом они все больше и больше меня поражают если взяли этот парк то имейте совесть за ним следить но не надо раздавать его направо налево они конечно молодцы да они помогают они хотя бы они хотя бы поставили фигуры но блин зачем раздавать другие фигуры в этом то весь и вопрос все никак не могут научиться использовать нормальные саморезы вот так пройдешь по скейт-парку и целую горсть соберешь пацаны еще спрашивают чё я там не появляюсь а чё там появляться во первых у меня обода царствием небесное я не могу просто градусы делать а во вторых у меня сейчас на ходу только мтб а чё там на мтб сделаешь там фигуры очень маленькие как вы понимаете снять видос одно смонтировать его совсем другое и у меня обычно на это уходит день на два дня и за эти день-два у меня случилась самая настоящая беда с мтб просто посмотрите он там уже подшипник выпал я думаю этого достаточно пацаны чтобы понять что мтб еще стоять на балконе и стоять а самое что удивительное и вот если бы там были подшипники бог с ними их можно заменить но тут придется покупать новый переходник чтобы понимали у меня резьба тут слизалась просто она вот так вот ходит то есть если кататься то уже кататься только железо об железо никаких подшипников просто раздрачивает до самого конца я не хочу так делать в общем бы у нас идет бы мы иксу и фиг его знает насколько так как я на мтб этот парк он реально он миниатюрный для мтб то есть тут невозможно кататься я попробую покататься на новом колесе тага сейчас чё-нибудь попробую сделать не знаю правда чё получится вася помыкся это говно я сейчас на мтб буду делать до этого этот парк выглядел совершенно по-другому то есть тут убрали фигуры которого одну из моих любимых фигур это вот здесь вот стоял квотер вот здесь стояла разгонка ну Их отдален Я не буду говорить куда Пускай за меня это скажут пацаны в комментариях Те кто знают Потому что я не хочу ни с кем ссориться И я понимаю то что если я это скажу То я обязательно с кем-то поссорюсь Специально для тех кто говорит Да мы сами строили свои годы Вот специально для этих Мы покажем то что мы тоже строим И строим гораздо больше чем они Мы въезжаем на дёрты Которые реставрируем И строим новое Вот так выглядят наши рампы Я просто думаю то что это видео будут смотреть не только Пацаны которые вот в этой всей движухе Но еще и другие люди Вот у нас даже есть собственный камин Мы его построили недавно Шикарный просто камин Вот так вот выглядит Рома что скажете как вам камин? Нормально Картошку даже можно жарить Вот тоже снимают наши дёрты Я один здесь блогер Михаил Во у нас тут кучки Это вот у нас пам трек будет все дела Мы вот это все дело дорабатываем Они там еще дальше вниз есть Но я думаю лучше будет показать Как я на них катаюсь Так как у нас дожди идут Тут все мокрое Все проваливается Лучше вы посмотрите то как мы здесь летали До сегодняшнего дня А точнее недели две назад И эти наши дёрты они постоянно растут Субтитры сделал DimaTorzok Мы вот здесь вот прибираемся У нас здесь мешки с мусором И кстати говоря обратить внимание То что вот те же бутылки Которые вот здесь лежат Положили их не мы То есть люди видят то что мусор лежит Мусор кладут к мусору Соответственно мусор притягивает мусор И специально вот как раз таки Мы их не выносим Чтобы люди туда складывали И в конце концов мы это вынесли В общем не знаю кто как Но я по максимуму стараюсь Это все дело продвигать Плюс еще к этому всему Я связался с По моему министр спорта Если я не ошибаюсь И он сказал то что Организует нам встречу с Главой КДМ И он пообещал то что Мы обязательно выясним Что не так с этим КДМ Знаете когда ты начинаешь копать дёрты Ты проникаешься этим делом И это уже становится Как часть тебя И действительно просто взять Соорудить там какой-то камин Это уже для тебя становится Это уже для тебя становится Домом Понимаешь Дёрты В группу скидываешь Да куда-нибудь Да конечно я понимаю Что в двух метрах от этого камина Куст Это считается общественный туалет Ну ничего не поделаешь У нас каждый день субботник Мы как не знаем Наверное слово Санитары леса Но мы определенной территории Санитары Поскольку все таки Охватить целый парк Это очень тяжело И что мы там везде дёрты Что ли будем строить Ну за парком не уследишь А у нас к слову Уже там перестали срать Это хоть о чём-то да говорит Не срать В прямом смысле слова Не поняли Ни мусор В прямом смысле слова Как бы надо смотреть Правде в глаза Мы там навели красоту И теперь там Неуютно срать Да Хотя иногда находятся Те кто это такие Прям сядет И начнёт давить глину Жалко Всё Такую заразу Не получается Поймать Поймал бы И ноги бы Оторвал скотине Ладно Ненадолго завяжем С юмором Теперь поговорим Действительно О вещах Которые могут быть Юбилейный парк Это парк В котором у нас стоят Все наши дёрты И мы вступили В инициативную группу Мы представляем Скейт парк То есть Мы хотим видеть Там скейт парк Мы об этом Всем рассказываем Недавно проходило Собрание На котором мы представляли И причём Не только мы Был ещё Константин Человек Которого я первый раз вижу Но он делает скейт парки Серьёзно Бетонные хорошие Скейт парки И было бы круто Если бы вы Прошли по ссылочке В комментариях Либо же в описании И проголосовали За то Чтоб там построили Скейт парк Мы уже поняли То что Договариваться С администрацией Толку нету Никакого Им действительно Им наплевать На нас На всех И тому подобное Всё пошло Поехало Это то оборудование Которое было приобретено И установлено На Юрина Администрация Города Варнавова Но договариваться С представителями Этого парка Действительно Можно И мы в этом убедились 110 миллионов Выделили Нашему городу На то Чтоб отреставрировать Юбилейный парк И речной вокзал Соответственно Это гарантирует То что Миллионов 50 Точно потратят На то Чтоб сделать Этот парк лучше А нам надо Всего лишь 2 миллиона По меркам города Это вообще Ни о чём не значит Пацаны Поверьте Мне надо Чтобы просто Вы проголосовали За этот скейт парк И всё Дали им понять То что Нас действительно много Да конечно Мы не из одного города Пацаны Все мы это понимаем Кто-то из Ростова Кто-то там Из Томска Из Бийска Из Новосибирска Все мы из разных городов Но пацаны Нас объединяет одно Мы можем таким образом Помогать друг другу Сегодня вы поможете Нам А завтра мы поможем Вам проголосовать Вот в таких вот Голосованиях Все знают То что они Очень часто проводятся А тут действительно Есть шанс Есть шанс Получить хороший Бетонный скейт парк Самое главное На свежем воздухе На этом мужики Я с вами прощаюсь Спасибо что смотрели Это видео И надеюсь Это видео Нас с вами Ещё больше сплотит И мы будем Как это Как одна такая Единая команда Не всегда это конечно Получается Но тем не менее Когда получается Это очень круто Гудбай мужики Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok